Встреча с Дмитрием Богомоловым Встреча с Дмитрием Богомоловым Если любимая наша команда попадет, то звоните по номеру 048-784-8081 Если вы сомневаетесь и считаете, что в этом сезоне еще не удастся повторить достижения минувшего года, то звоните по номеру 048-784-8082 Также работает телефон прямого эфира 048-234-9258 Можно позвонить в прямой эфир и задать вопросы нашим гостям Первый вопрос главному тренеру Александру Александрович Расскажите про подготовку к сезону, про формирование состава Прямо непосредственно перед началом этого футбольного года вернулись в Одессу Бабко, Антонов, Политыло и Зубейко Также усилили команду такие игроки, как Каверин, Ренат Мочуляк, Денис Балан и белорус Артем Рахманов Также усилил команду Расскажите про старт чемпионата Первая игра у нас была с Динамо Киева Очень ждали мы эту игру Скажу честно, и я это ребятам говорил Хотелось начать чемпионат все-таки с сильным соперником с командой топ уровня И так получилось, что мы начинали на выезде с Динамо Понимали, что команда будет играть первым номером, много прессинговать Наша тактика была, в принципе, наша обычная выездная игра, в которую мы любим играть от обороны Но по первому тайму эта тактика работала И если бы не некоторые ошибки того же арбитра То я думаю, что в первом тайме мы бы были бы Более удачный счет для нас бы складывался С места в карьер начинают болельщики атаковать наш эфир И уже есть первый звонок Здравствуйте, представьтесь, вы в эфире Мы вас не слышим, повторите, пожалуйста Раз, два, три Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Александр Александрович Я хочу передать большое спасибо ребятам, что играют за Одессу И большая просьба, наверное, все же к Бабичу и к ребятам всем Много разговоров о том, что команда и болельщики И очень большая просьба После окончания игры Хотелось бы, чтобы ребята проходили вокруг поля И, ну, чтобы мы продолжали общаться Тем более, играем в гимн Черноморца Я этот вопрос подымал с Григорьевичем Но это, ну, не получилось, вы знаете Закончилось Как вы считаете, спасибо за пожелание Как вы считаете, выйдет ли Черноморец в топ-6 по итогу этого сезона? В нынешнем составе? Он выйдет в топ-6 и даже выше Спасибо большое Что можете сказать о просьбе болельщика О том, чтобы проходить вокруг стадиона И вам, и вам можно предоставить этот вопрос Учитывая, что вы вернулись в Одессу После ваших ярких выступлений в Лиге Европы После нескольких сезонов в других командах Вы снова в Одессе, снова с одесскими болельщиками Да, очень рад вернуться домой Но я только за проходить, аплодировать всем болельщикам Потому что мы играем ради них И сколько бы их ни приходило, мы будем делать все возможное Чтобы их радовать Так что мы учтем это И будем это делать Спасибо большое Кирилл, в первом матче с Динамо вы играли при пустых трибунах Из-за тех нарушений болельщиков киевского клуба, которые были еще с предыдущего сезона И получается, как сказал Александр Бабич в одном из интервью Я думаю, что это была игра как продолжение сборов Потому что во время сборов всегда игра при пустых трибунах Какие ожидания уже от матча со Сталью, который в эту субботу состоится в пять вечера Пользуясь случаем, приглашаем всех болельщиков Вот можете обратиться к ним прямо сейчас Да, я согласен, что это чуть-чуть был не тот матч, не такой накал был Мы очень соскучились за нашим стадионом За нашими сильными фанатами И мы уже с нетерпением готовимся Ждем субботний матч Так что приглашаем всех на футбол Ждем хорошую поддержку Спасибо большое Вернемся к вопросу о формировании состава Александр Александрович, расскажите, как удалось в Одессу пригласить вернуть футболистов, которые уже заслужили уважение болельщиков Одессы И как формировался состав перед этим сезоном? В первую очередь хотел бы сказать, что большая группа игроков у нас покинула Черноморец И та пауза небольшая, двухнедельная, которая была, как отпуск Ребята отдыхали У нас, естественно, этого отпуска не было Мы работали, мы искали, мы созванивались, мониторили, думали, кем усилиться По ходу сборов мы примерно на 50% определились по своим кандидатурам Тех футболистов, которые могут нас усилить Это все происходило больше по личному контакту Все те футболисты, которые пришли, в прошлом выводили Черноморец в Лигу Европы Со всеми у меня есть личный контакт И поэтому не составило большого труда созвониться, найти, скажем так, общий интерес И пойти помочь на встречу друг другу Из тех, кто вернулся, кто был первым? Наверное, Иван Бабко, он тренировался некоторое время с командой во время паузы? Ну, Иван, да, Ваня, он с самого первого дня с нами тренировался Я скажу больше, он даже тренировался в отпуске Да, и он с самого первого дня с нами уже начал работать Уже после подъехал и Зубейко, подъехал и Политило В конце уже за три дня, можно сказать, что до старта приехал Алексей Антонов Ну и плюс те футболисты, которые Рахманов, Артем, Денис Балан Плюс Каверин Это группа игроков, которые работали с первого дня с нами Но вот именно наши, скажем так, новые старые новички Скажем, не с первого дня работали, подъезжали уже по ходу сборов Иван, признайтесь, вы наверняка тоже прикладывали усилия к тому, чтобы вернуть в Одессу и Антонова, и Зубейко Были ли у вас контакты с ними? Ну, не без этого, конечно, общались Мы часто так созваниваемся по телефону просто Но провели правильную беседу И объяснил им, что где хорошо, а дома лучше Так сразу согласились? Ну, я не думаю, что это повлияло на мои звонки Я думаю, Сан Саныч набрал их, они пообщались и быстро нашли компромисс Спасибо большое Кирилл, расскажите про то, какая была атмосфера в коллективе во время межсезонья После того, как ряд лидеров покинули команду И Калитвинцев, и Каркишко, и Данченко Которые много всего сделали для клуба в предыдущем сезоне Которые уже успели также влюбить в себя многих болельщиков И команда была уже на грани выхода в Еврокубке Чуть-чуть оставалось, буквально шажочек Вот какая была атмосфера, когда чемпионат закончился, пошли изменения Вот расскажите о внутреннем состоянии Ну, скажу честно, атмосфера в нашей команде всегда позитивная Будто любой новичок, как бы ни пришел к нам в команду Мы всегда его поддерживаем И новые люди всегда быстро вливаются в наш коллектив Конечно, ребята, которые ушли, это были, можно сказать, лидеры, костяк нашей команды Но те футболисты, которые сейчас пришли, они очень хорошего уровня И они знают Одессу, знают одесскую команду, черноморец И поэтому, я думаю, они легко заменят этих исполнителей И мы будем выступать не хуже, чем в том чемпионате Спасибо Александр Александрович, насколько приходится сейчас менять рисунок игры Учитывая уход лидеров, наверняка во время сбора, во время товарищеских матчей У вас уже был взгляд, как иначе выстраивать игру Сейчас, прямо перед началом сезона, с приходом новых футболистов Открылись какие-то новые возможности Ну, скажем так, мы не пытались что-то менять Да, мы пробовали игру с одним опорным, с двумя опорными, с двумя нападающими Но в целом хотели отработать игру в обороне Потому что понимаем, что состав поменялся И нам надо где-то начинать все сначала Поэтому первоочередная задача была это наладить игру в обороне В принципе, считаю, что ребята с этой игрой справились на сборах с этой задачей И в чемпионате, я думаю, что мы будем играть И пытаться как и первым номером играть, так и от обороны играть В зависимости с каким соперником и в каком состоянии будет наша команда Потому что, еще раз повторю, что именно функциональное состояние У нас не у всех оно одинаковое, оно где-то разное Надо сейчас приводить всех к общему функциональному состоянию, хорошему Чтобы уже понимать и тактику, какую выбирать на игру Спасибо большое, у нас есть еще один звонок Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста И для начала ответьте на вопрос нашего эфира Здравствуйте, как вы считаете, попадет ли Черноморец в топ-6? Понимаете, чтобы попасть в чемпиональный планшет, да? Так, так Это надо иметь хорошего тренера Как хорошего тренера, как, например, Лобановский, как Шевченко, Андрей Ну, у Черноморца сейчас очень амбициозный молодой наставник Он прямо с нами в стилдии Может, вы хотите спросить у него что-нибудь, у Александра Бабича? Понимаете, я хочу сказать, я когда-то не каждый футбол У меня лишили эмоции Но как был тренер Лобановский Как Шевченко должен быть тренером Это уникальный тренер Шевченко Я когда смотрю футбол по телевизору Я всегда включаю телевизор, когда там играет Шевченко Как ни странно Спасибо, у вас будет вопрос какой-то? Что? Вопрос вы будете задавать? Попадет или не попадет Вот это меня интересует Можно перефразировать вопрос нашего болельщика, телезрителя Какие планы на этот сезон ставит перед собой клуб? Какие планы ставит руководство клуба перед тренерским штабом на этот чемпионат? Конечно, глобальная задача это попасть в первую шестерку Не хотим сейчас говорить о каких-то Лиге Европы, Еврокубках Сейчас стоит задача попасть в первую шестерку Но если брать локальную задачу, то выходить и выигрывать каждый матч Выигрывать, настраиваться на каждый матч Я считаю, что сейчас вообще нельзя смотреть в турнирную таблицу, заглядывать Сейчас надо идти от игры к игре И стараться умирать на поле, добиваться в каждой игре Независимо с кем мы играем, положительного результата Спасибо большое Вернемся к поединку первого тура чемпионата Украины Во вторник Черноморец открыл счет в поединке с киевским Динамо Сделали футболисты моряков это очень в красивом стиле, в контратаке Отметился Хабленко Сейчас попросим режиссера включить игровые моменты с этой встречи Прямо сейчас мы видим на наших экранах первый момент в матче Александр Александрович Расскажите ваши впечатления по игре Учитывая, что быстрый гол Повлиял ли на то, чтобы поменять рисунок Или же хотелось забить второй Нет, никак не повлиял Установка была на первый тайм Играть строго от обороны на контратаках Та информация, которую мы получили И видели хорошо, что Суперкубок проходил в Одессе Мы увидели действия Шахтера, видели действия Динамо Киева И в принципе мы первый тайм построили так же самое, как и Шахтер Но сами вы видите, да Только что мы увидели грубое нарушение правил Здесь даже и желтой карточки не увидел перед собой хачериди после этого нарушения Вот моменты с неназначенной пенальти Удар сзади по ногам Зубейко И вот сейчас будет коробочка от защитников киевлян Ну, что происходило в это время за пределами поля Антонов в интервью сказал, что он услышал от Лайнсмана, что был пенальти Ну, Лайнсман советовал орбиту поставить пенальти Было ли это, слышали ли вы, Александр Александрович? Ну, я не слышал, что о том, что говорил боковой Как раз боковой находился возле Антонова, который разминался Но ребятам до игры, буквально в раздевалке, я сказал, что были готовы, что мы сегодня будем играть против всех И, в принципе, ребята понимали, о ком я говорю И игра это подтвердила Я не понимаю только, зачем делать такую медвежью услугу Динамо Киву, который сильнее, класснее нас И я думаю, что они бы в честной борьбе доказали, что они сильнее Но если бы такая ситуация была, я имею в виду, даже брать фул с Мусолитиным Если бы у нас тот же Азатский так агрессивно отобрал мяч у Ярмольника То я представляю, какая была реакция этого арбитра То есть вы понимаете, что одних обслуживают и, скажем так, выносят наказание По одним правилам, другим по другим Но в целом эта игра показала, что с любой командой можно играть Если, опять же, не мешают люди в черном Для тех, кто наряду с арбитром матча Грисьо не успел углядеть нарушение правил В этих моментах сейчас попросим режиссера еще разок показать момент именно с неназначенными пенальти и штрафным Кирилл, вы были в качестве капитана на поле Пытались ли на правах капитана доказать арбитру, что здесь было нарушение? Что вы услышали в ответ? Конечно, в этих двух эпизодах я обращался к арбитру И он просто говорил, отходим, ничего не было, играем дальше Говорит, не разговаривайте, это будет желтая карточка Наше, к сожалению, мнение никак не может повлиять на его решение Это должно, не должно, это останется на его совести Я думаю, эти моменты пересмотрел и понимаю, что он ошибся Нет, ну была ситуация, когда в перерыве к нему подошел мой помощник Грановский И центральный сказал, да, я извиняюсь, я ошибся Вот и все, а что с таких извинений нам? Будет ли клуб писать апелляцию? Да нет, ничего писать мы не будем, мы понимаем, что это не работает Мы понимаем, что это пустая трата времени Поэтому мы идем дальше, есть органы, которые, опять же, никак не реагируют на эти ситуации Ну, в любом случае, этот первый поединок, он должен вдохнуть боевой дух в команду И в болельщиков, которые видели, насколько боролись действительно моряки В поединке с Грандом украинского футбола, с Динамо Иван, я знаю, что вы получили повреждения в этом поединке Как сейчас вы себя чувствуете, как ваше состояние, будете ли играть в субботу? Ну, получил повреждения на первых минутах, там отыграл В субботу не знаю, доктора будут решать, как оно будет Но я надеюсь только на положительный результат Но не от меня все зависит Если доктора скажут, что рисковать не нужно, то придется пропустить матч Если мне позволят выйти на поле, то я с удовольствием выйду на поле В тренировочном процессе вы принимаете сейчас? Сегодня я пропустил тренировку И я знаю, что в последнем клубе, в котором вы выступали до черноморца, венгерский Дебрицин Который также выступал в Еврокубках Тоже была неприятная история с вашим повреждением Расскажите подробнее, как вышло, что с вами не продлили контракт как раз после вашей травмы в Венгрии И что произошло? Ну, такое случается, у меня был контракт полгода плюс полтора опция И была договоренность, если я играю в игры, то мы продлеваем контракт на улучшенных условиях Но я все игры отыграл, и последние две игры оставалось, я получил тяжелую травму И клуб со мной не стал продлевать контракт, хотя я был основным игроком Но что случилось, то случилось И президент не стал, не захотел продлевать со мной контракт Вот я собрал вещи, уехал, так вот все и произошло Да, даже мне тренер говорил, и футболисты по команде говорят Так нельзя, давай оставайся, мы там поговорим И так далее Но я сказал, не надо, если президент не хочет, то смысл То есть полгода вы вообще провели без клуба Ну, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло Теперь вы снова в Одессе В Черноморце Это возвращение, от которого болельщики тоже ждут ярких выступлений Да, я очень рад вернуться домой Я нахожусь только в хорошем состоянии сейчас, я имею в виду в психологическом И очень хочется сыграть на родном стадионе и помочь команде Вот, у нас интересный будет сезон, надеюсь на это И будем стараться добиваться положительных Еще раз спасибо И вот трансферное окно еще открыто Интересно, ведутся ли еще переговоры, просмотр футболистов Будут ли еще усиления, и если будут, на каких позициях? Мы хотим усилить еще как минимум позицию центрального защитника Потому что все-таки с уходом троих центральных защитников У нас сейчас осталось, и подписали только одного Артема Рахманова То есть сейчас у нас номинальных два центральных Сейчас ведутся поиски качественного центрального защитника Кто это будет, есть пару вариантов Есть варианты наших игроков, есть иностранцев То есть сейчас мы смотрим, думаем Я думаю, что до конца трансферного окна мы эту позицию обязательно усилим Спасибо, и у нас есть еще один телефонный звонок Здравствуйте, вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста Добрый вечер Добрый Меня зовут Евгений Иванович Передайте, пожалуйста, привет старшему тренеру Александру Александру Александровичу Пожелайте ему привет И мы надеемся на его успех И думаем, что он на правильном пути И есть два вопроса Кого-то он планирует взять в центр защиты И вернется ли Боровик, такой нескромный вопрос И еще раз успеха И на шестерку, конечно, уверены, что мы пойдем Спасибо за звонок большое Спасибо Ну, что касается центрального защитника Я уже сказал, что да, надо эту позицию усилить И мы работаем над этим Что касается позиции Боровика Пока у меня, скажу так, проблем с вратарской позицией нету Евгений отыграл очень хороший сезон И заслуженно попал в сборную чемпионата Сейчас я понимаю, что у него есть какие-то трудности Ну, я бы ему пожелал только успехов И верю в то, что он может спокойно играть в Европе В той же Чехии, Польше и добиваться результатов На данный момент в позиции вратарской у нас все отлично Ну, я знаю, что еще не все карты раскрыты И кроме Ивана Бабко, который у нас сейчас в студии И также травмированного капитана Люльки Расскажите, кто еще находится в лазарете Кого ожидать в скором времени возвращения на поле? Да, у нас помимо Люльки и Ивани Есть еще Смирнов Евгений, который тоже перенес операцию Плюс восстанавливается Мартыненко Евгений Который уже занимается индивидуальной беговой работой И я думаю, что в ближайшее время он начнет уже работать Как минимум разминку проводить в общей группе Естественно, надо еще время, чтобы набрал кондиции и форму игровую Но, тем не менее, все-таки это все футболисты, на которых мы рассчитываем Которых мы будем ждать и верим в то, что не восстановятся И будут только нам помогать Спасибо большое Кирилл, расскажите, какой сейчас настрой после поединка с Динамо Перед домашним матчем, первым в чемпионате с командой Сталь, Каменское Какие мысли, как футболисты, ваши партнеры по команде работают сейчас на тренировках С каким настроем? Ну, тренировочный процесс у нас всегда проходит очень серьезно Чуть-чуть с улыбкой, конечно, но все сконцентрированы Выполняют тренерские установки А к этому матчу мы готовимся очень серьезно Потому что, во-первых, мы соскучили все за футболом Во-вторых, это наш стадион родной Мы хотим показать хороший футбол Чтобы он понравился болельщикам Чтобы мы получили удовольствие И, конечно, верим в то, что мы добудем три очка И будем двигаться дальше Как в прошлом сезоне складывались для вас матчи со Сталью? Знаю, что были моменты с неприятными мячами пропущенными Которые случайно, можно сказать, залетали Вот в частности от экс-футболиста черноморца Васина Мяч рикошетом просто оказался в сетке Вот можно ли назвать Сталь неудобным соперником? Ну, где-то можно и так сказать Но мы как и проигрывали, так и выигрывали у них Поэтому нельзя сказать, что это прям такой самый неудобный для нас соперник Мы настраиваемся очень серьезно И думаю, что сделаем так, что мы будем для них неудобный соперник в этой игре Спасибо Александр Александрович, Ваш комментарий перед матчем со Сталью Вот Ваши мысли, насколько встреча с Динамо может сейчас сплотить команду для первого домашнего поединка И будете ли менять кардинально состав? Или доверитесь тому же Костяку? Нет, кардинально менять мы не собираемся Конечно, некоторые позиции мы в связи с теми проблемами, которые у нас возникли поменяем Ротация нужна, это дает только, приносит, скажем так, и честную конкуренцию И приносит, опять же, какую-то непредсказуемость Что касается Стали, то я бы хотел сказать всем И своим футболистам, и болельщикам Чтобы ни в коем случае никто не думал, не дооценивал этого соперника Команда там молодая, команда хоть и собралась Не, скажем так, перед чемпионатом были проблемы Но то, что они обыграли на выезде в Луканскую Зарю, это говорит о многом Поэтому не думаю, что матч будет сильно яркий Я думаю, что в этом матче будет как раз много борьбы И я думаю, что один гол, наверное, все-таки решит результат Спасибо И еще вот хочу спросить, не могу не спросить О том, что перед окончанием минувшего сезона Сменилось руководство клуба Как сказалось на подготовке Как работается с новым руководством Какие изменения в клубе? Ну, сейчас генеральный директор Миссюра Анатолий Николаевич С которым мы созваниваемся, обсуждаем все моменты жизни черноморца Каждый занимается своим делом Я занимаюсь спортивной жизнью Естественно, генеральный директор занимается финансовыми вопросами Это, наверное, первоочередная задача Ну, рабочие, скажем, отношения правильные И мне нравится, когда все достаточно строго Скажем так, без лишних разговоров Четко выполняется все то, о чем мы договариваемся И с нашей стороны, и со стороны руководства И у нас есть еще один звонок в эфир Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста Виктор Александрович Здравствуйте Валерий Щек со стажем Хотел задать вопрос главному тренеру Пожалуйста, задавайте Вот сумели создать такую нормальную обстановку Дружескую, именно командную В команде, как было раньше Когда Черноморец играл в Лиге Европы И выигрывал у таких команд, как ПСВ Это первый вопрос Ну и второй Если можно дать такой совет Старички, которые Опыт, как говорится, никуда не делся у них А физических кондиций может не хватать Их можно выпускать именно на последние минуты Тогда, когда уже противник подустал Ну, это так, мое мнение просто Ну, я понял Спасибо Спасибо за вопрос Спасибо, я понял По первому вопросу скажу так Мы над этим работаем, чтобы создать именно в коллективе дружеские Такие правильные семейные отношения и честные отношения Это всегда у меня есть, скажем, первое требование к коллективу, чтобы были уважительные отношения Сейчас мы над этим работаем У нас, скажем, каждый сезон меняется большая группа игроков И надо время, как минимум месяц, полтора, два, чтобы притереться друг к другу, ребятам Последить за их эмоциями, характер, выучить их Поэтому я считаю, что мы с этим справимся И у нас будет здоровый коллектив, который будет не бояться авторитетов Что касается второго вопроса, ну, или пожелания, я услышал Где-то, мое мнение, примерно такое же Футболисты опытные, но функциональные, если кто-то не готов Но готовы выходить на замену и усиливать Пока выходить и усиливать Как только я увижу, и наш турнирский состав увидит, что эти футболисты готовы Выполнять полный объем работы 90 минут Естественно, мы готовы их выпускать в стартовом составе И у нас есть результаты нашего интерактива Мы сегодня проводим опрос, сумеет ли футбольный клуб Черноморец По итогам нынешнего сезона выйти в топ-6 И мы видим, что 88% наших телезрителей считают, что Черноморец сможет попасть в топ-шестерку И только 12% не уверены в таком результате моряков Видим, что наши болельщики и телезрители верят в команду Это приятно Это, наверное, 12 тех, которые каждый полгода говорят, что команда закончила Команда вылетает во вторую лигу Это, наверное, те 12 Без пессимистов не обходится ни один футбольный матч Можно так сказать, потому что болельщики всегда делятся по своим мнениям И это нормально, это футбол Большое спасибо вам, что пришли к нам сегодня в студию Желаем вам успехов в этом сезоне, уже в эту субботу в матче со стадией Желаю, чтобы все прошло без травм и без судейских ошибок Чтобы была честная игра и чтобы победитель определился именно в игре У нас сегодня в гостях футболисты черноморца Иван Бабко С возвращением еще раз, Иван Спасибо А также Кирилл Ковалец Спасибо большое А также главный тренер футбольного клуба «Черноморец» Александр Бабич Спасибо, Александр Александрович Спасибо, что вы смотрели программу «Студия Репортер» Меня зовут Дмитрий Богомолов Всех болельщиков приглашаем уже в эту субботу в 5 часов вечера В рамках второго тура футбольный премьер лиги Черноморец принимает на стадионе Черноморец парки Шевченко «Сталь Каменская» Матч начнется в 17.00 Оставайтесь с нами и живите спортом